Продолжение следует... Так, ну, опять же, я, несмотря на то, что это не практика для решения задач, считаю очень важным, поговорим про теоретические вопросы. То есть вот у нас заголовок «Второе начало техподинамики», давайте с этого и начнем. В чем оно, это второе начало техподинамики заключается? Кто знает. Тепло не переходит в самопроизвольное? Тепло не переходит в самопроизвольное. Тепло переходит от более нагретого в менее нагретого, можно так сказать, да? Ладно, это одна формулировка, она совершенно правильная. Понятно, что он ничего с ним не делает. Вот. Есть еще и другие формулировки того же запросы, да? Да? Отличие. Потому что энтропия в этой системе не убывает. Энтропия в изолированной системе не убывает. Не знаю. То есть, наверное, тут уже появляется какое-то что-то новое, да? Энтропия появляется, такое понятие как энтропия. А как вы ведете без второго начала этого динамики, да? То есть, вот в этом смысле, если так восстанавливать логическую последовательность, да? Мы все-таки, наверное, будем считать утверждение такого типа уже каким-то следствием. Вот. Из второго начала. Второе начало, оно касается, ну, каких-то каких-то… Вот тепло, да, перетекает от горячего к холодного, самопроизвольное. Это такой наблюдаемый общий факт, всем известный. Вот. Это понятно. Вот. А энтропию ее еще надо уметь вести. Правда? Вот. То есть, там свои проблемы нет. Второе начало, ну, которое, опять же, если и его формулировать, опираясь на какие-то опыты, а вообще не опыты, да? Еще такие формулировки существуют. Единственная температура интегрирующей марки. Да. Замечательно. Где вы видели экспериментатора, который измеряет вам утверждающие отношения? Да. Нельзя всю теплоту перенести в работу целиком. Ну, без компенсации. Без конденсации. Ну, вот. Присковичься отнимаясь. Ну, как бы. Ну, вот. Вот. Вы начали как-то так, сразу. Очень хорошо. То есть, действительно, очень важно проговорить все эти вещи. Теплоту в работу, да? Нельзя перенести. Нельзя сделать цикл, в которых вся эта теплота будет перенести в работу. Вся эта теплота будет перенести в работу. Да? Да. Ну, да. Действительно. В циклическом процессе это нельзя сделать. А вот эта неполнота перехода называется компенсацией. Правильно? То есть, что это такое, чтобы почувствовать? Ну, например, дальше можно говорить. Да? То есть, какой-то пример приведите. Как это? Пытаемся это сделать и не получается. Тепловые машины, ну, устройство, которое переводит теплоту в работу. Тепловая машина. Отлично. Так, а что? Рассматриваем тепловую машину. Ну, то, что в циклическом процессе рабочее дело должно окружаться. В этом случае. А зачем тепло должно будет отвориться? А зачем оно должно окружаться? Чего бы его не окружать? Ну, в начальную точку не вернется, получается, на этот цикл, если не будет окружать. Да, совершенно верно. Чтобы вернуться в исходную точку, да? Ну, допустим, мы заставляем что-то там расшириться от того, что тепло ему передали. Чтобы вернуть в исходное состояние, надо охладить, тепло забрать, да? Так. И тепло это мы должны отдать, ну, какому-то холодильнику, вот этой вот внешней среде, какому-то третьему телу. Вот. Там останется след, как мы говорим, в окружающей среде обязательно останется след вот этому процессу. Это и есть компенсация, да? Так. Ну, хорошо. То есть, вот, как бы, важно понимать, что, да, есть вот такой физический закон, он выглядит, ну, как-то так, вот по сравнению с какими-нибудь законами в механике, да? Там, ну, какая-то математика строгая и так далее. Тут какие-то такие рассуждения на уровне слов, да? Ну, да, вот, значит, рассматриваем тепловую машину, да, пытаемся перевести теплоту в работу, а это не получится, если не отдать часть тепла окружающей среде. Ну, холодильнику какому-то, да, третьему телу. То есть, причем обратно мы можем перевести всю работу в теплоту. Правда? То есть, это и неизвестное дело. То есть, можно как бы работать, работать и ничего не наработать. Останется одна теплота, да? Это такой простой, ну, тренинг, конечно, да? Отличный тренинг. Хорошо. И в связи со вторым началом возникает вот эта вот новая функция, состояние энтропии. Да? Энтропия. Как тут уже говорили, появляется такая связь, что, на самом деле, вот это равновесное количество теплоты, да, равновесное количество теплоты, это головновая форма. Вот. Ну, и, значит, вот есть в равновесном процессе такое равенство, да, что, вот это количество теплоты, которое передано в равновесном процессе, связано с изменением некоторой новой функции, функции состояния. Состояние. Да? Состояние. Т – абсолютная температура. Ну, С – как бы, абсолютная энтропия, сколько говоря, но я просто энтропия называю. Са так же, как Т – температура, но я тоже, как бы, просто температуру называю. Да. Абсолютная. Абсолютная. За этим, конечно, стоят достаточно тоже сложные такие рассуждения, как вы знаете, да? То есть там вот это само введение абсолютной температуры, почему она абсолютной называется, вот, и так далее. То есть там сложные достаточно вещи, а об этом мы с вами поговорим на зачёте. Значит, когда, да, по теории мы поговорим, вот, и все это расскажем. Вот. С точки зрения, вот, вот, решения задачи, да, нужно понимать, что помимо вот этого вот первого начала, которое у нас сегодня было, вот, вот. Вот, помимо первого начала, у нас появилось ещё одно выражение для элемента теплоты. Ну, разумеется, хочется их объединить, да? А тогда появится у нас вот такое выражение. Вот. То есть это выражение, ну, является отправной точкой для получения, там, многих соотношений в термодинамике, называется основное уравнение равнолезно-термодинамику. Иногда его называют основное термодинамическое то, что происходит и так далее. То есть первое и второе начало записаны вместе. Значит, здесь у нас связаны, ну, как бы, пять различий, да? Т, С, не, а большое, а маленькое. Вот. Две из них являются, две из них являются независимыми. Ну, мы должны выбрать две независимые переменные, так? У нас есть также ещё термическое и калорическое уравнение состояния. И вот, пожалуйста, ещё одно, как бы, одно соотношение. Вот. Но сам тот факт, что вот эта вот функция, С, является функцией состояния, приводит, на самом деле, к связи между термическим и калорическим уравнение состояния. Вот первое, что самое, о чём мы поговорим. У вас это, несомненно, было на лекциях. Давайте ещё раз вот эту связь между термическим и калорическим уравнением состояния получим. Да? То есть это нужно уметь, ну, потому что это делает каждый, и понимать, как это получается. То есть вот идея состоит в чём? Поскольку у нас вот эта вот С, вот эта С, функция состояния, то её дифференциал является полным дифференциалом. Полный дифференциал – это означает, что коэффициенты перед приращением независимых переменных – это производные этой функции, первые производные этой функции. Очень простая идея. Вот. То есть если мы имеем выражение, в котором у нас вот присутствует дифференциал независимых переменных, а само это выражение – это и есть дифференциалы функции состояния, то коэффициенты перед дифференциалами независимых переменных – это производные данной функции состояния, ну, по соответствующим переменам. Так. Можно приравнять вторые смешанные производные. Если вы не знаете первые производные, то вторые смешанные, ну, взятые по переменам, да, вот, по разным переменам, равны вне зависимости от порядка взятия этих производителей. Вот отсюда возникает связь между термическим и галлорическим уравнением состояния. Давайте ее получим. Значит, независимыми переменными выберем переменные t и a. Итак, что надо сделать? Расписать дифференциал, то есть, как будет расписать дифференциал вот этот ds в переменных t и a, и приравнять его вот к дифференциалу, который появляется из этого выражения. Предположение, опять же, что t и a являются независимыми переменами. Но это означает, что d a у нас уже все хорошо с ним, да, это независимые перемены. А d e надо расписывать через переменные t и a. Понятно, да? Вот. И как бы из вот этого выражения, которое получится, исключить функцию s, исключить функцию s при равняв вторые смешанные производители. Давайте, проделайте. Ну, по шагам. Все величины являются функциями переменных t и a. Это значит, надо расписать вот этот дифференциал и вот этот дифференциал, как функции переменных t и a. и вот этот дифференциал. Первый шаг состоит в этом. Расписать дифференциал зависимых переменных через независимые. Техника от материи. Техника от материи на п Tryingто к Пт眼 transaction где? university готово процветали при той же субьере, котораяivamente даже 벌ше понимали лиolfиш quieresей, 台 книно? как приятного копию? идутячья. Как правдый ресторан,naj początź, и прикрытем бывает преименение времени. КОР экономике. Продолжение следует... 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 то вам это сильное облегчить жить на самом деле, составляющая джентльменского работа знаков. Давайте распишем эти производные в конкретных случаях для, по крайней мере, двух конкретных видов работы. Наиболее популярная система, ну, во-первых, вот эта вот работа расширения, вот она выглядит, да. Вот вместо А большого мы должны ставить давление, получается, а вместо А маленького ставить объем. Тогда у нас в этом случае наша связь будет выглядеть как ДВ по ДВ, а маленькое это В, равно Т, ДВ по ДТ, и постоянно В минус В. Так, это первая популярная система в термодинамике с работой расширения. И еще одна популярная система в термодинамике – это магнетик. У магнетиков работа выглядит, ну, работа намагнитчиком, да. Вот таким образом. Значит, H – напряженность магнитного поля, M – намагнитчик. Магнитный момент в клинице объема. Ну, или, правда, значит, иногда здесь рассматривают не магнитный момент объема, а суммарно магнитный момент. Вот, тогда это, ну, магниченность умножить на объем еще, да. Ну, правда, это возникает в ситуации, когда мы рассматриваем эффекты типа магнитострипции. То есть, когда у нас важно и изменение объема, и изменение намагниченности. Вот, если рассматривают только магнитные свойства, то, как правило, M – это намагниченность. Так, ну, хорошо. Значит, здесь у нас, что является А большим и А маленьким. Ну, на самом деле, вот, как бы, вот это А маленькое, да, это, ну, принимается, что это какая-то величина… Ну, ладно, вот, короче, вот это вот А маленькое, потому что, пусть будет положительное. А вот это вот, вот это вот, это А большое со знаком минусом и со знаком минусом. Вот, тогда у нас возникает вот такое соотношение dE, O, d, m при постоянном t равно h, dH, 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 dH. Понятно, да? То есть, за счет вот этого знака минус, применялись местами. Ну, вот, как бы, две конкретные реализации этого соотношения надо понимать. Так, теперь, значит, задачи. Задачи. Показать, что для идеальной системы… Показать, что для идеальной системы… Для идеальной системы… Термическое уравнение имеет длинность. А большое равно F, A, маленькое, умножить на t. Итак, для идеальной системы… Вот это вот термическое уравнение состояния должно иметь вот такой вид. Что такое идеальная система? Система, в которой нет взаимодействия между подсистемами. Идеальная система, в которой нет взаимодействия между подсистемами. Ну, это означает следующее. Вот типичная такая идеальная система – это идеальный газ. Есть там взаимодействие между молекулами минерального газа или нет? И вот нет в том смысле, что две молекулы вот пока не столкнулись, они только други вообще не знают. Вот. А сталкиваются они как упругие шарики. Да? Вот. И в этом плане они обмениваются там при столкновении. Ну, ну, с иным каким-то положим там и так далее. Вот. Взаимодействие предполагало бы, что, допустим, между молекулами возникает там притяжение, какой-то из оборотов, отталкивание. Что-то такое. Когда они еще не коснулись друг друга, а уже разближаются, а уже чувствуют себя. Вот. Значит, к чему ведет то, что у них нет взаимодействия между подсистемами? Вот у идеальной системы нет взаимодействия между подсистемами. Внутренняя энергия в такой системе? Аммонику не зависит, что там. Как? Аммонику. 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 Почему? Потому что от координаты не зависит от координаты. Ну, вот. С изменением ее не изменяется на энергию системы. Ну, вот это как бы тоже нуждается в шифровке. Почему не зависит от координатов, а маленькой энергии в этой системе? Ну, как в идеальном газе, где это называется? А, нет. А в идеальном газе, да, а вообще в идеальной системе. Почему? Почему внутренняя энергия зависит только от температуры для идеальной системы? Ну, как бы вот это получается. Потому что столкновение не увеличивается от того, чтобы объем не больше или не меньше. Ну, то есть, у нас же не играет, ну, как сказать, частицы не взаимодействуют в идеальном газе. Не сталкивается. Ну, можно рассуждать по-разному. А, допустим, вот как вы, да, рассуждаете. Если мы изменим объем, да, ну, это что будет означать? Изменится, как бы, среднее расстояние между вот этим подсистемным молекулами, там, и еще чем-то, не знаю, из чего все состоит. Правда? Ну, то увеличили объем, но если система остается однородной, а у нас она, конечно же, однородная, потому что равновесная там, да? Вот. Расстояния, если они не увеличились, но внутренняя энергия от этого не зависит, потому что взаимодействия другого нету, и какая разница, какое среднее расстояние между валентами? Раз. Понятно, да? То есть вы это примерно не имеете в виду. Ну, другой вариант примерно такой. Если нет зависимости от потенциальной энергии, то остается зависимость только от кинетической энергии. То есть внутренняя энергия включает в себя только кинетическую энергию, потому что потенциального просто нету. Понимаете, да? Вот. То есть она не вот это взаимодействие между подсистемами, а тогда вот эта средняя кинетическая энергия, это что такое? Температура, да. То есть это, конечно, такое статистическое что-то. Статистическая интерпретация температуры. Вот. Итак, в идеальной системе, фактически, вот это надо доказать, а дано, дано. То есть идеальная система, это где является функцией только температуры. Вот фактически, что означает слова, что система идеальная. Е является функцией только температуры, вне зависимости от объекта. Ну, давайте, значит, докажем. То есть чем надо воспользоваться? Конечно же, это связь между термическим и галлорическим равнением. Чем же не зря, что не могу. Вот она, эта связь. Вот она, эта связь. И вот, что нам известно. А надо показать, что когда А большое, тогда не будет. Схудар then? Попробовоінт. И вот эта связь. Вы, так, скажем. Попробово-десять? Да. В. Попробовоінт. В. bede. Деньги. Продолжение следует... 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 Имеется ввиду за какой величиной мы следим, которая изменяется? Тепература, это правда? ДТ. Изменяется в связи с чем? Изменяется объем. При каких условиях? Да, в виде непостоянной. А. При постоянной. То есть надо посчитать вот такую производку. Ну, значит, чтобы считать эту производную, ее надо выразить через какие-то характерные величины, типа, типа, емкости, это кусочки калорического уравнения состояния, на самом деле только их и достаточно, и термическое уравнение состояния. Понятна логика, да? Вот. Хорошо. Значит, в этом выражении что в непривычном? Вот в этой производной, что как-то выглядит, немножко странно. Надо ДТ, ДВ, при постоянном Е. Что тут такого непривычного в этом выражении? При постоянстве Е? Вот, наверное, постоянство Е, Е стоящее за скобками, это как-то странно. Обычно вот она где-то внутри скобок, а если ее производной не убрать, вот это было бы делать, да? А тут она за скобками. Ну, так у нас же есть разные хитрые приемы, как переставить эти величины, правда? Один из них называется связной трехпроизводной. А помните? Давайте воспользуемся этой связкой трехпроизводной и запишем тогда вот этот производной через другие производные. Вот. Ну, и кого пугают эти слова связной трехпроизводной, да? Ну, давайте, значит, будем считать это по формуле производной неявной функции, да? То есть у нас условием затекания процесса является постоянство энергией, да, постоянство энергией. Вот. Можно так действовать. Энергия постоянная, энергия функция Т и В. Ее дифференциал, дифференциал Т и В, еще не равен нулю. И вот у вас, значит, возникает равенство нулю дифференциала вот этой функции Е, функции Т и В. Отсюда все можно найти. Ну, как быстрее. Вот, и в конце концов, конечно, надо выразить через, ну, знакомые нам производные энергии от, значит, как функции от Т и В. То есть по Т и В. 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 У. В. 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 Продолжение следует... 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 будет тем больше, чем больше самих притягивающих молекул. Значит, если брать такую характеристику как плотность, то есть это количество молекул и ниц и объемов, то вот это притяжение будет тем больше, чем больше плотности, пропорционально плотности. Тем больше соседей, которые данную молекулу притягиваются. Пропорционально плотности. Но и само вот это давление, это такая величина, которая тоже пропорциональна плотности. То есть на одну молекулу действует притяжение пропорциональной плотности, но сама вот эта величина давления, оно пропорционально плотности газа. То есть количество молекул в единице газа. Чем больше плотность, тем больше давление. То есть получается, что вот эта поправка, она должна быть пропорциональна квадрату плотности. Ну плотность N, это N поделить на V. Квадрат плотности обратно пропорционально до квадрата. То есть вот эта поправочка выглядит вот таким образом. То есть вторая поправочка, поправочка на пропорцион. Ну на самом деле, как бы, если мы уберем вот это, то тоже будет газ какого-то великого ученого. Если мы занулим B, то тоже будет газ какого-то великого ученого. Вот. А вот все вот это вместе, это газ отрывается. Очень популярная термодинамическая модель. Почему? А в нем, как ни странно, воспроизводится такая замечательная вещь, как, ну, условно говоря, возможность фазовых переходов в этой системе. Какое-то, какое-то термодинамическое описание вот этих фазовых переходов. В связи с этим, это страшно популярная модель термодинамическая. Конечно, надо знать. Но я бы, можно было просто выписать, конечно, так, безумно это уравнение. Ну, и я бы хотел, чтобы, ну, что-то там не оставалось, сколько-то, значит, загадочный знак. Так, значит, давайте посмотрим, что происходит с температурой газовой отрывации. Мы знаем колорическое уравнение состояния. Это как раз то, что нам нужно, значит, посчитать в верхней части. Посмотрите, что происходит с температурой газовой отрывации. Умеличивается или уменьшается? Да. То есть знак производства вот этих концепций. Больше термодинам. Больше термодинам нет. Да. Есть. 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 Единка. Есть. у нас параметр параметр а и б они всегда большего по смыслу того что говорили бы это объем а обязательно больше 0 потому что у нас в линейке дополнительный шанс то есть а тоже больше 0 меньше 0 получается что у нас получается минус а на v квадрат в квадрат все вещества положительный температура уменьшается почему она уменьшается при увеличении объема при увеличении объема температура уменьшается почему длина свободного пробега увеличилась в какой параметр отвечаете то что она уменьшается ну не равна нулю и получается чуть меньше за счет чего она уменьшается формула уже позволяет за счет того емкость конечно можно в параметрах у меня идеального газа он равен нулю и все да и для газа твердых сфер вот если этого нет это газ твердых сфер тоже тоже будет а значит есть притяжение между молекулами вот отлично это увеличивается или можно сразу сказать предположим такую систему у которой наоборот все произойдет да она чуть расширилась да нагрелась какие хочется еще расширяться она еще расширится еще нагреется да это что за система такая ну вы имеете ввиду одинаково заряженные частицы возьмите плазму в которой есть избыток каких-то этих самых зарядов одновременных да вот так они все отталкиваются друг к другу в среднем плазме и что они оттолкнутся и нагреются понимаете ну а иначе почему это давно уже другое так ну хорошо то есть вот домашние задачки давайте я вспомню ну пара задач немножко другого типа по сравнению с теми которые мы решали хотя тоже касается процесс который мы рассматривали он такой неравновесный особо есть да в том что он на самом деле неравновесный и вот еще две задачи как то неравновесный процесс имеется два одинаковых количества воды с температурами Т1 и Т2 имеется два одинаковых количества воды с температурами Т1 и Т2 Т2 так с температурами для остаточного с температуры и на самом деле с температурами Это теплоемкость либо этого, либо этого количества теплоемкости. Возьмется в виду, что если это единичное количество теплоемкости. Считаем такую теплоемкость постоянной. Найти изменение энтропии при смешивании Эти изменения энтропии при смешивании. Процесс смешивания, он такой неравновесный процесс. То есть тут нельзя непосредственно пользоваться выражениями для равновесных процессов. Нельзя. Однако можно пользоваться тем фактом, что энтропия является функцией состояния. И значит, мы можем найти энтропию в начальный момент, энтропию в конечный момент. Разность их не зависит от того, какой процесс связывает два эти состояния. Равновесный или неравновесный. Понимаете? Вот логика должна опираться на это. Вы не имеете права пользоваться выражением для равновесных процессов. Но вы имеете право пользоваться тем, что энтропия в функции состояния. И тогда вы считаете не какой-то изменением не вдоль какого-то равновесного процесса, а вы считаете разность между энтропией в первом и втором состоянии. Сосуд разделен перегородкой на две равные части. Сосуд разделен перегородкой на две равные части. Сосуд разделен перегородкой на две равные части. В одной из которых находится двухатомный газ, один боль двухатомного радиального газа. Один боль. А здесь вапа. Во второй находится вапа. Во второй находится вапа. Перегородку удаляют. Перегородку удаляют. И после того, как газ равномерно заполнит весь сосуд. И после того, как газ равномерно заполнит весь сосуд. Его квазистатические и адиопатические возвращают в исходное положение. Найти разность энтропии в начальном и конечном положении. Найти разность энтропии в начальном и конечном положении. Газ. Ну, еще раз. Понятно, да? Что произошло? То есть в начале концептор не был так. Но что произошло? Мы сначала вместо убрали вот эту перегородку. И это будет вот то самое расширение в пустоту. Расширение в пустоту до удвоенного объема. Получается, да? Вот. Газ свободно адиопатически расширился до удвоенного объема. Все там умерзлось. Значит, успокоилось. Вот. И после этого объеме напихонечко квазистатический. То есть равновесный. И адиопатический. То есть без сообщения типа. Его сжимают. Да? Сжимают. Это исходное состояние сжали. Что изменилось? Вот. Найти изменение энтропии. Эти изменения энтропии. Так. Значит, ну и еще одна задачка. Такого больше технического характера. Значит, эти две задачки, они должны подвигнуть вас. На глубокое, значит, осмысление. Понятия уже оружия. Вот. В том числе. Значит. Эти изменения энтропии. И неравновесных процессов. А это такая более техническая задача. Для разреженной плазмы. 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 минуса плюс A, где на поле из Т в кубик В АВ равно Т в кубик В остается на В минус А в кубик В в кубик В Прошу прощения двоечку 10 здесь 2 здесь 2 здесь 2 здесь Т в кубик В а здесь Т в кубик В а найти кубик В а и 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 Списываю.